Дорогие друзья, утро доброе. 8 ноября у нас на календаре. Портал Приан начинает очередной вебинар, посвященный актуальным вопросам зарубежной недвижимости. Сегодня мы будем говорить о Кипре, о Ларнаке, о Лимассоле, о Пафосе. Говорить будем с вашим уважаемым замечательным экспертом, управляющим директором, сооснователем ИСЕО компании Cypress World Business International Realty Анастасией Яни. С вами, как всегда, Филипп Березин, главный редактор Приан. И мы будем сегодня... У нас есть довольно обширная презентация, которая касается большого количества вопросов, как таких актуальных в данную секунду, так и более широких. Но мы сразу сказали, что большую часть нашего вебинара мы хотим посвятить именно беседе, то есть поговорить о текущей ситуации, тем более, что, в общем, она не сказать, что вообще она радикально меняется, но меняется. И для многих покупателей интересна она, ситуация вот здесь и сейчас, что, собственно, происходит. И как раз Анастасия нам прекраснейшим образом все эти вопросы, безусловно, раскроет. Настя, добрый день еще раз. Давай связь проверим. Добрый день, добрый день, друзья. Очень рада всех видеть и слышать, надеюсь. Да, значит, друзья, традиционно чат наш работает. Пожалуйста, задавайте вопросы, которые у нас есть, которые у вас есть. Будем на них по ходу дела отвечать. Но начнем на самом деле вот с чего. С такого, опять-таки, общего вопроса. Вот если мы говорим о последних неделях, вот что сейчас происходит на Кипре. Мы обсуждали с тобой, что с конца сентября, понятное дело, из России значительное число покупателей, люди активизировались. Но все-таки прошло без малого два месяца уже с момента объявления и частичной мобилизации. Как сейчас, чем сейчас живет Кипр? Что сейчас происходит на острове, опять-таки, с прицелом на недвижимость? Пожалуйста. Да, и действительно, давайте сегодня воспользуемся этой возможностью и постараемся обсудить многие насущные вопросы. Потому что мы пришлем презентацию по общим вопросам, всегда будем готовы ответить. Но сейчас, действительно, давайте скажем, что происходит сейчас. Вообще, конечно, с начала спецоперации интерес к Кипру возрос очень сильно. А с началом частичной мобилизации эта тенденция еще больше увеличилась. Потому что получается, что в начале как бы начали обращаться те, кто сразу же принял решение о том, что нужна либо релокация, либо запасной аэродром, либо в начале, в первом полугодии часто были запросы, связанные с какими-то финансовыми моментами, да, то есть какие-то банковские моменты. С объявлением частичной мобилизации, конечно же, градус напряжения достаточно вырос. Сейчас я бы сказала, что он вернулся на градус напряжения начала года, но интерес очень большой. И спрос на недвижимость, которая подходит под получение категории ПМЖ, конечно же, вырос в несколько раз и остается на таком же высоком уровне. На Кипре, ну, два, две существовало возможности получить вид на жизнь. То есть был ВНЖ, есть ПМЖ. Насколько я понимаю, вот я сейчас говорю именно о ВНЖ через покупку недвижимости. История с приобретением любого объекта и возможностью получения вот годовалого ВНЖ, насколько я понимаю, сейчас не очень работает. Да, если мы говорим, то есть мы с тобой сейчас обсуждаем, то та категория, которая просто на речи всегда называлась Pink Sleep, это временный вид на жительство, когда люди переезжают. Смотрите, его нельзя сказать, что его не существует вообще, но сейчас есть один большой момент, который может служить препятствием. И это открытие счета. То есть если мы говорим про временный вид на жительство, то для того, чтобы даже подать документы, во-первых, нужно иметь рабочий счет. Если у вас уже существует счет на Кипре, то это абсолютно не вопрос. Открыть новый счет на Кипре, если у вас нет уже подтвержденной недвижимости и нет каких-то связей, достаточно сложно. Это первый момент. А второй момент, что по временному виду на жительство необходимо сначала записаться, это будет вообще совершенно бюрократической процедурой, но необходимо записаться на прием в иммиграционную службу. Так вот сейчас, чтобы записаться по Pink Sleep, вам нужно смотреть на ближайшие 2-3 месяца. Других слотов уже просто, их физически нет. Ого. Так, а чтобы было просто некоторое понимание, а сколько человек в день обрабатывает вот эту структуру? Это 5, 10, 15, 50? Нет, конечно, гораздо больше. И опять-таки, иммиграционные отделы, они находятся во всех городах. То есть у вас есть и Папас, и Лимасол, и Ларнака, и Никасия, но иммиграционный отдел, он работает по всем типам заявления. И давайте не забудем, что у нас же не только неевропейцы. Для того, чтобы европейцы проживали на Кипре, им тоже необходимо просто провести регистрационную процедуру, но это практически в то же окошко. Понятно. Но тем не менее, значит, если я правильно тебя услышал, то нынешняя ситуация, ну, уже, скажем так, первых чисел ноября, она уже не столь, ну, такая паническая со стороны многих покупателей, как это было, скажем, в конце сентября, начале октября. И она приближается к ситуации, скажем, первой половины года. Правильно ли я говорю? Да, я бы так сказала. То есть, смотрите, конечно, с одной стороны, те люди, которые еще раздумывали, они понимают, что это реальность, поэтому, опять, интерес большой, движение происходит. Уже достаточно отработаны инструменты перевода денег. То есть, мы уже знаем, что это реальное, как это реально сделать, поэтому интерес на высоком уровне находится, но именно вот такая нервозность, я бы сказала, спала. Если мы говорим о, скажем, взгляде с другой стороны, в первую очередь со стороны риэлторов. Безусловно, если вспомнить еще ситуацию, скажем, двух-трехлетней давности, когда был определенный, такой важный с финансовой точки зрения спрос на программу гражданства, был целый пул застройщиков и целый пул проектов, которые ориентировались на 2 миллиона евро плюс. Со мной просто потому, что покупка такой недвижимости позволяла претендовать на гражданство Кипра. Сейчас такой отсечкой является 300 тысяч евро. В какой степени можно сказать, что за последние полгода, или, может быть, за последний год, или, может быть, опять-таки, за последние месяцы, вот пул предложений стал определенным таким сегментом рынка, то есть, это вот просто нечто. И если такой пул появился, то что он собой представляет? Очень правильный вопрос. Вообще, как бы мы понимаем, что рынок недвижимости, он всегда сегментирован. И ты очень корректно сказал, когда ты поделил это именно по сегменту запроса, по сегменту интереса. Или даже вот мы, если вернемся к презентации, очень важный момент нашей работы с клиентами, мы всегда задаем вопрос, какую задачу, вашу личную задачу вы хотите решить этой покупкой. И сейчас у нас есть сегмент, назовем его условно ПМЖ. Но ПМЖ это тоже задача есть двух типов. То есть, первая задача это физическая релокация. То есть, когда люди реально смотрят на то, чтобы перевести семью, чтобы перевести бизнес, чтобы уже сделать Кипр центром притяжения. Потому что, смотрите, если мы говорим про физический переезд, то, во-первых, я не знаю, знают ли наши слушатели Кипра или нет, но на Кипре для русскоязычных очень комфортно жить. То есть, если мы уберем все финансовые моменты, мы уберем налоговые моменты, на Кипре просто комфортно. Погода, менталитет похожий, религия, русский язык, школа, медицина. То есть, на Кипре комфортно. И если вы хотите переезжать, то тогда уже эта точка отсечения 300, она только ориентир. И мы сейчас видим огромный спрос на дома, на большие квартиры. Опять-таки, удивительным образом, Филипп, на ту недвижимость, которая изначально закладывалась под паспорт, сейчас она пользуется популярностью для переезда. То есть, если мы говорим для физической релокации, то тогда это только то, что подходит вам. Но если у нас задача ПМЖ, то есть мы говорим, что вот нам бы хотелось ПМЖ как план B, или как запасной аэродром, или как финансовая привязка для банков, для онлайн-платформ, где нужен европейский utility bill, то тогда, конечно, бюджет становится очень важным. И тогда мы видим, что этот сегмент, ну, скажем так, грубо от 300 до 500, может быть, до 600 тысяч. И здесь у нас очень включается география. То есть, если мы говорим, что мы хотим 300-350 тысяч, вот в этом сегменте, в Лимассоле практически невозможно найти эту недвижимость, которая уже находится либо на этапе завершения, либо на этапе стройки. То есть, вот это предложение уже, особенно если это хорошее место, но уже практически все скуплено. То есть, сейчас уже... Да, Филип, извините. А если не хорошее, то есть, понятное дело, что там все-таки... Ведь есть же наверняка какой-то, он может быть не такой большой, но все равно есть внутренний спрос. Если мы рассмотрим Лимассол в широком смысле, там не первая, вторая линия, а там 15-20 минут от моря, может быть, там есть что-то, что изначально было рассчитано на самих киприотов в первую очередь, но сейчас подходит... Ну, если человек хочет переезжать, все, все-таки первая линия, это уже немножко не его туристический вариант, если с этой стороны посмотреть. Да, то есть, конечно, если мы говорим, например, про, опять-таки, бюджет 300-400, но мы уже не говорим ни про первую, ни вторую, и даже я бы уже сказала ни про третью, ни про четвертую. То есть, все-таки мы движемся вглубь города. И здесь, смотрите, какой вопрос возникает. То есть, обычно наши покупатели, которые покупают как запасной аэродром, они это, естественно, рассматривают как инвестицию. И это совершенно правильный подход, и тогда мы оперируем уже такими понятиями, а сколько денег я могу заработать. То есть, я сам жить там не планирую, я буду сдавать в аренду. То есть, сколько я могу заработать. И если цифры бьются, то, опять-таки, мы движемся дальше от моря. Если не бьются, то тогда люди рассматривают, опять-таки, все зависит от интересов инвестора. Они рассматривают пафос или ларнахо, где в таких пределах еще можно найти комфортную двухспальную квартиру, иногда даже трехспальную квартиру в приличных местах. Недавно слышал одно такое мнение, что в Лимассоле, в принципе, ничего нет, там ни под покупку, ни под аренду. Потому что, как я понимаю, сейчас на Кипр приезжают очень часто не просто семья, а, скажем, переезжает компания. Их задача там не одна-две квартиры, а некий пул заселить без учета членов семей 15-20 человек. То есть, нужно некую общность какую-то сформировать. Как я понимаю, такие задачи вообще сейчас в пределах Лимассола, да и даже в центре пафоса Ларнаки решаются тяжело. Или все-таки где-то их можно решить, то есть, если нужно заселить группу людей. То есть, что-то и под аренду, что-то и под уже покупку. Но, как мы понимаем, что нерешаемых вопросов нет. Это только вопрос цены. И, конечно, аренда, начиная с марта, подскочила очень сильно, потому что у нас спрос и предложение. От этого закона экономики ты никуда не уйдешь. Начиная с марта спрос на аренду вырос очень сильно. И, конечно, сейчас в свободных предложениях, в, ну, скажем так, в премартовских ценах не осталось вообще. Но, если есть необходимость, и если мы движемся куда-то вглубь, то, конечно, можно найти, просто цена вопроса возрастает. Но, соответственно, если возрастает цена вопроса аренды, то тогда вы можете вложиться в чуть более дорогую недвижимость, потому что возврат у вас будет такой же. Если мы говорим все-таки дорого-дешево, вот такими категориями оперируем, я так понимаю, мы чуть позже и конкретные примеры покажем, но, тем не менее, вот 300 тысяч плюс Лимассол, 300 тысяч плюс Пафос, 300 тысяч плюс Ларнака. Что это такое? Окей. 300 тысяч плюс Лимассол. Опять, мы немножечко с тобой скакнули и не рассказали про саму программу, но в нашей дискуссии с Филиппом мы сейчас оперируем только первичной недвижимостью, потому что под программу ПМЖ по условиям программы подходит только первичная недвижимость. То есть, если мы говорим про первичную недвижимость от застройщика, то в пределах 300 тысяч в Лимассоле мы говорим про односпальную квартиру. Односпальная квартира на Кипре – это комфортная двухкомнатная квартира в России. Мы оперируем порядка 50-60 квадратных метров плюс веранда, то есть это прекрасное комфортное жилье. Если мы оперируем 300-400 тысяч, Пафосе – это будет уже двухспальная квартира, а если мы говорим 400-450, то вы уже можете рассматривать даже и трехспальные варианты, и, может быть, даже небольшие домики. Точно такая же динамика у нас в Ларнаке, даже чуть-чуть подешевле, когда 300 – это у вас либо двушка, 300 ближе к 400 – это у вас уже трешка. То есть, видите, у нас так по спросу и по ценам идет движение от Лимассола. Друзья, давайте поступим сейчас следующим образом. Поскольку мы понимаем, что, во-первых, не первый раз мы говорим о Кипре, и у нас среди наших зрителей могут быть как те, кто уже более-менее разбирается во всех программах, и ищет уже какие-то совсем уже точечные решения. Есть те, кто только начинает изучать этот вопрос. Мы сейчас будем отвечать на вопросы, возможно, несколько в разнобой от одной темы к другой, но я думаю, что выловим в этой такой бурной воде каждую свою рыбку. Поэтому сразу к вопросам перейду. Вопрос, связанный с переводом денег. Во-первых, перевод денег из России, если я правильно понял вопрос, и второе, если ты все-таки это делаешь удаленно, и не хочешь приезжать или не можешь сейчас приехать на Кипр, что с возможностью найти человека, который будет следить за этой квартирой, тем более, если мы говорим об инвестиционной составляющей? Так, прекрасный вопрос. И действительно, когда сейчас у нас очень увеличилось количество онлайн-покупок, когда люди даже не приезжают на Кипр, и программа постоянного вида нажительства, она позволяет это. То есть на Кипре вы можете сделать все дистанционно, и уже только когда заявка утверждена, вам нужно будет приехать в течение года после утверждения для того, чтобы сдать биометрические данные. И вот предположим, что вы подобрали объект, и вот он, и предположим, что вы нашли, мы вам нашли то, что готово. То есть у вас обслуживание становится таким насущным моментом. Если вы покупаете под инвестиции, то мы постараемся сразу же найти вам арендатора. В этом случае мы будем рассматривать вариант долгосрочной аренды, чтобы именно было понятно, что один человек, одна семья заселяются как минимум на год и берут ответственность за эту квартиру. То есть вот это первый момент. На Кипре, как правило, арендаторы по долгосрочной аренде берут на себя расходы на воду, на электричество и на обслуживание комплекса. Единственное, что вы оплачиваете сами, это страхование, потому что все-таки недвижимость это ваша. Это вот первая часть. Вторая часть. Мы всегда обсуждаем с нашими покупателями именно вот этот запрос. И если мы знаем, что люди не будут находиться на Кипре, то в приоритет мы будем подбирать недвижимость с сильными управляющими компаниями, где у вас есть компания, которая ухаживает за комплексом, за территорией и так далее. То есть вот это важный момент. Сильная управляющая компания по практике – это тот же самый застройщик. Как появляется управляющая компания в проекте, который вот только-только вышел? Понятно, проекты с историей, там и ситуация может быть несколько иная. А вот если заканчивается строительство, как это сейчас работает? Но здесь как раз включается опыт вашего сервисного провайдера. То есть, например, так как мы большая компания, которая уже давно работает на Кипре, мы все проекты, всех застройщиков и всех управляющих компаний, мы их все знаем не понаслышке, не на бумаге, а на деле. То есть поэтому это не будет… Если мы знаем, что, например, вот этот застройщик, у которого договор вот с этой управляющей компанией, мы понимаем, что мы можем ожидать, и мы даже предполагаем, какие будут расходы на обслуживание. Следующий вопрос тоже вот от нашего зрителя в формате 9 миллионов рублей. Ну, давай нас переведем в евро 150 тысяч евро. Если мы говорим о такой сумме, что это такое? Мы говорим не только о новостойках, например. Смотрите, опять. Все узкие вопросы для всех участников нашего вебинара мы предлагаем личной консультацией с нашими специалистами. Поэтому сейчас я отвечу так широкими мазками. За 150 тысяч в формате новостройки, который еще только запускается, вы можете рассмотреть и точечно подобрать плюс-минус объекты в Пафосе и в Ларнаке. На вторичном рынке, опять-таки, только в этих регионах. В Лимассоле мы не найдем ничего, если только совсем убитое и вообще непонятное. В Пафосе и в Ларнаке мы можем рассматривать одну с натяжкой, может быть, можно найти двух спальней. Понятно. Вопрос обширный от нашего слушателя Дмитрия. Я думаю, что, отвечая на него, мы можем немножечко поговорить все-таки формально о схеме ПМЖ. А вопрос такой. Если покупаешь недвижимость дешевле 300 тысяч, дает ли эта недвижимость какой-нибудь статус? Чтобы получить пинг-слип, нужно ли проживать на Кипре вот в этой недвижимости? Если покупаешь под сдачу в аренду, то эта недвижимость никакого статуса не дает, так это или нет? Нет, давай просто тогда, может быть, немножко от Азов начнем про историю с 300+. Давайте тогда все-таки мы включим презентацию, чтобы у вас еще были визуальные якоря, и мы сразу же перейдем на ПМЖ. Как ты думаешь? Да, давай, значит, сейчас я просто покажу. Всем причин переехать на Кипр пролистываем. Чем привлекательный Кипр, об этом мы тоже уже поговорили. Сейчас нам нужно найти этот слайд, который довольно ярко покажет историю с ВНЖ и ПМЖ. Ты пока можешь начинать свой рассказ, а я как раз остановлюсь на слайду. Да. Вы знаете, я бы хотела вернуться на этот... Я не могу в чате найти этот вопрос. Тот, который был, еще раз могу зачитать его. Да, потому что там было несколько... Нет, все, я нашла, сейчас я найду одну секундочку, и сразу же... Вот, ПМЖ Кипра. Итак, первый вопрос. Пояснить подробнее, если покупая недвижимость, дешевле 300 тысяч евро. Дает ли какой-то статус это недвижимость? Почему мы постоянно говорим про этот порог 300 тысяч? Потому что на Кипре есть три типа вида нажительства, которые как-то привязаны к недвижимости и к проживанию. То есть первый – это временный вид нажительства, второй – два других вида – это постоянный вид нажительства. И здесь у нас есть разница, либо ускоренная процедура ПМЖ, либо категория F. Если вы хотите ускоренную, и эта программа на самом деле дает гораздо больше преимуществ, чем все другие, то тогда у вас есть точка отсечения. Вам необходимо инвестировать как минимум 300 тысяч евро плюс НДС, и вы можете инвестировать в четыре типа инвестиций. Это жилая недвижимость, нежилая недвижимость, инвестиции в акционерный капитал компании и инвестиции в паи кипрских инвестиционных фондов. В массе своей люди покупают все-таки жилую недвижимость, потому что на Кипре это имеет и инвестиционный смысл. Если вы покупаете до 300 тысяч, то тогда вы можете, если вы живете постоянно или планируете жить на Кипре, то тогда вы можете идти по пути временного вида нажительства, либо по пути постоянного вида нажительства через категорию F. И в том и в другом случае вам необходимо показать доход, который вы получаете из-за границы, то есть это доход из России. вам необходимо, вернее, как правильно сказать, для временного вида нажительства нет необходимости, но желательно, чтобы у вас была недвижимость, чтобы была у вас какая-то привязка. Для категории F опять-таки это желательно, чтобы у вас была причина находиться на Кипре. То есть если вы покупаете недвижимость дешевле 300 тысяч, вы можете претендовать на статус либо временной вида нажительства, либо постоянной вида нажительства. Давайте я быстренько коснусь основной разницы между двумя категориями ПМЖ. Именно постоянной вида нажительства. Если вы покупаете через 300 тысяч, то, во-первых, вы получаете ПМЖ на три поколения вашей семьи. То есть это вы, ваша муж и жена, или жена, дети до 25 лет, и родители, и ваши, и вашей жены. То есть у вас вот все три поколения. Что если вы получаете категорию F, то это получаете только вы и дети до 18 лет. Второй важный вопрос. По ускоренной процедуре за 300 тысяч ваши дети не теряют статус после того, как им исполняется 25. При категории F в 18 лет они теряют этот статус. Следующий важный момент. При 300 тысяч плюс вы можете открывать свою компанию и быть там директором, а не только акционером. Если вы категория F, то вы можете быть акционером, но не можете быть директором. То есть вот это такие три просто основных базовых различия. Окей. Значит, вопрос вот про пингслип. Значит, при получении пингслипа нужно ли в этой недвижимости проживать или нет? Если временный вид на жительство, вам дадут только если вы живете. И когда вы подаете на пингслип, то вы даже не можете выезжать из страны, пока вы его не получите. Потому что если, к примеру, вы уехали, а в этот момент рассматривают ваше заявление, вам его не утвердят, потому что вас нет, вы здесь не живете. Понятно. Идем дальше. Для сдачи недвижимости в долгосрочную или краткосрочную аренду нужно ли открывать счет на Кипре и как проводятся платежи? Допустим, в Россию, хотя вопрос не только в России, Казахстан, Украина, нас смотрят граждане разных стран, сейчас мы это видим, как это правильно сейчас делается. То есть с открытием счета и арендой. С открытием счета, как я уже сказала, это занимает какой-то процесс, какое-то время, это возможно, особенно если у вас есть недвижимость, вид на жительство и так далее. Именно по оплате за аренду это зависит от вашей договоренности с арендатором. То есть здесь нет каких-то вот правил, прямо вот, которые верны для всех. Кто-то оплачивает на Кипре, кто-то переводит на счет, кто-то вообще накапливает эту сумму и потом переводит, кто-то отдает агенту. То есть вариантов есть очень много. Популярный вопрос. Какая дивидендная доходность с аренды недвижимости, ну сейчас в текущих условиях, и какие виды инвестиций есть, какие есть пороги входа, что бы ты порекомендовала в текущих условиях? Смотрите, стандартно на Кипре доход от аренды долгосрочный всегда был где-то 3,5-4%. То есть вот уже в течение многих-многих лет, а я работаю в недвижимости уже больше 20 лет, мы всегда оперировали 3-4%. В этом году даже с учетом роста стоимости недвижимости мы очень часто выходим на 5% и выше. И вы знаете, еще вот, Филипп, я скажу один момент, потому что мне кажется, что это тоже тенденция. Мы сейчас видим очень большой интерес к покупке инвестиционных объектов. То есть у нас сейчас много случаев, когда человек закрыл свою первую потребность, то есть либо перевез семью, либо закрыл ПМЖ, и увидев, как этот процесс работает, уже начинается, ну как назовем это, спасение или инвестиции, инвестирование денег, когда люди покупают уже недвижимость под аренду, зная, что это будет 4-5-5,5%, но в евро надежно. Перед тем, как отвечать на следующие вопросы, давайте в чате контакт опубликуем Анастасию и ее компании, если у кого-то желание, потребность, что по завершении вебинара можно было связаться, обсудить уже какие-то вопросы лично. Вопрос такой, расскажите, пожалуйста, о возможности получения ВМЖ, ВНЖ для моряков, у УЛМ, если вы знакомы с этой процедурой. Нет, только если, я знакома только если моряк вдруг купит недвижимость. Хорошо. Конкретно, если о вашей компании говорить, приглашение для получения визы, поможете ли вы? Как вы решаете вопрос с проживанием на время поездки, аренда? Хочется, ну, как бы, предположим, уже практически интерес есть, но он такой, как бы, очень общий. То есть, да, Кипр, да, интересно, но хочется с нуля начать. Как это вообще сейчас происходит? Да, мы, конечно, помогаем со всеми организационными, по всем организационным вопросам, да, то есть, вообще, как мы работаем. То есть, если вас интересует Кипр, то в первую очередь мы порекомендуем провести видеосозвон, для того, чтобы мы могли вообще обсудить, какие задачи, подходит ли вам Кипр, не подходит ли вам Кипр, чтобы у вас бы сложилась уже определенная картинка, да, мы вам обязательно расскажем о том, что необходимо знать, и я даже сейчас это повторю, что необходимо понимать, как будет проходить перевод денег, и необходимо знать, что если вы хотите хоть что-то покупать или арендовать на Кипре и переводить деньги, вам необходимо собрать пакет документов для банка. Это, вот это просто мы не можем не обсуждать, потому что если вы не сможете подтвердить происхождение своих средств, то как бы вы не хотели, скорее всего, это не получится, да, то есть это важный момент, то есть мы вас готовим к поездке, мы помогаем вам с приглашением для визы, проживание на время поездки, в зависимости от того, где вы остановитесь, мы сможем вам порекомендовать, где стоит остановиться, поможем с арендой, организация осмотра, у нас работают команды во всех городах, конечно же, мы вам подготовим и длинный список объектов, и короткий, для того, чтобы вы уже понимали, что, то есть полностью весь пакет. Так долго ответила на короткий конкретный вопрос. Так всегда бывает, короткий вопрос, длинный ответ. Все-таки, вот уточнить еще, минимальные условия для запасного аэродрома, то есть для получения разрешения, если мы дойдем под запасным аэродромом, будем иметь в виду такую ситуацию, есть какая-то недвижимость и есть право находиться на Кипре в произвольное время. Что это такое, минимальные условия по факту? Это по факту, что в момент есть на рынке. То есть мы же прекрасно понимаем, что у нас есть предложение, есть спрос. Если в момент вашего интереса на рынке есть конкретное предложение за 100 тысяч, то это будет минимальный порог 100 тысяч. Если конкретное предложение за 80, 80, то здесь это вопрос, скажем так, что цены очень разные, цена всегда соответствует качеству. Минимально в любом случае рассчитывайте, ну скажем так, 80-100 тысяч. Вернемся тогда к вопросу о новостройках. Все-таки для получения постоянного вида нажительства при покупке объекта за 300 тысяч плюс ты в любом случае должен приобрести новое жилье, а вернее еще строящееся. Или строящееся, или новое, скажем так. Да, то есть здесь нет такого, что это строится, не строится. Обязательное условие, что это должна быть первая покупка от застройщика. И, ребят, если подумать, это очень логичная мера от правительства. Им нужно поддерживать свой строительный сектор. Второй момент. Очень часто делают акцент именно на строящейся недвижимости, но, как я понимаю, причина этого в значительной степени в том, что большая часть покупателей, ну и наших слушателей сегодня, это граждане России, у них есть вопрос с переводом денег, а более простой перевод денег именно из России, это в случае, если ты покупаешь еще не достроенное жилье, то есть тогда у тебя есть возможность платить на основании договора долевого участия. Так это или нет? Не совсем. Да, то есть вы знаете, во-первых, давайте я скажу, какие есть плюсы. То есть это личный выбор каждого, но есть определенные плюсы, даже не плюсы, назовем это положительные моменты, когда вы покупаете строящуюся недвижимость. То есть смотрите, во-первых, что у вас? Первое, вы фиксируете цену уже сейчас. Мы все понимаем, что инфляция у нас сейчас ой-ой-ой какая, и просто ого-го, только инфляция, а вы зафиксировали цену уже сейчас, на все время строительства. Это первый момент. Второй момент. У вас нет необходимости сразу же оплачивать всю сумму. То есть на Кипре у вас, когда вы покупаете новостройку, у вас есть график выплат, привязанный к этапам строительства. То есть у вас возникает момент рассрочки, если это нужно. Третий момент, что предположим, что у нас нормальный рынок. при нормальном рынке стоимость объекта от момента закладки фунда, даже вывода на рынок и до окончания строительства меняется порядка, скажем, 15-20%. То есть вы еще выигрываете на росте недвижимости. То есть вот это у вас такие плюсы. По поводу перевода, во-первых, сейчас первая новость. большинство российских банков договор долевого участия больше не любят, но есть другие договоры, которые проходят вполне хорошо, и они даже по большому счету, они, я думаю, более соответствуют сути. Это договор строительства или реконструкции. А здесь это подходит хоть под готовую, хоть под строящуюся. окей, тогда все-таки еще вопрос. В начале года и в середине года, по крайней мере, официальные цифры от месяца к месяцу они очень сильно отличаются, но суть была такая, с Кипра приходили сообщения, количество, я сейчас могу в терминологии немножко запутаться, количество разрешений на строительство полученных кипрскими компаниями. оно не сказать, что очень-очень сильно росло, а по сути разрешение на строительство сегодня, это начало строительства завтра и готовый объект после завтра. Все-таки насколько сейчас активно появляются новые проекты и когда они появляются, что это такое? Это просто на ажиотаже и на хайпе какой-то проект, в котором еще ничего нет, который как-то когда-то будет построен и застройщик просто понимает, что он в любом случае сейчас соберет первых покупателей, которым нужно срочно или это действительно некая продуманная стратегия, нет ли в этом некой опасности для инвестора, или инвестора и вообще для покупателя. да, здесь несколько таких вопросов и действительно у меня даже есть в одной презентации мне очень нравится этот график, то если мы смотрим например график спроса, то есть регистрации в земельном управлении, то там очень понятно, там такая хорошая, у нас идет кривая, если мы посмотрим график выданных разрешений на строительство, то он вот такой, то есть он именно показывает, что застройщики не понимают запускать новые проекты, не запускать, давайте не забудем, что то, что я сказала плюс для покупателей может быть сильный минус для застройщиков, когда цена фиксируется с момента резерва, что происходит со строительными материалами, они же растут, инфляция, то есть конечно для застройщика запустить проект риск для них достаточно большой, поэтому сейчас что я вижу на рынке, что проекты конечно запускаются потому что спрос большой, приоритет застройщики сейчас дают небольшим проектам, то есть мы говорим например, что сейчас любят и что улетает просто как горячие пирожки, небольшой проект бизнес-класса на скажем так 9, 15, 16 апартаментов, риск маленький, то есть мы все равно понимаем, что если это хорошее место, он продастся в любом случае, большие проекты сейчас тоже обсуждаются, но в массе своей большие проекты, например, скоро будет выпускаться прекрасный, очень интересный проект, это Ларна Камарина, он огромный, но за ним стоит очень серьезный инвестор, то есть получается, что здесь риск входа гораздо меньше, потому что стоит международный инвестор, который уже аллоцировал финансы. Все-таки вот если мы рассмотрим пункт предложений, которые есть на этапе строительства, то есть объект еще не сдан и возможно даже не начато строительства, сколько по практике, какие есть варианты, чтобы ты купил и через какое-то время объект был достроен. Вот это время сейчас это какое? Объект двухлетней давности, то есть с двухлетним циклом, то есть на стадии строительства. Двухлетней будущности. Двухлетней будущности, да. Что сейчас по практике есть? Смотрите, это опять практика не изменилась, то есть если у нас совсем небольшой проект, то обычно застройщики закладывают от 18 до 20 месяцев, если он чуть больше, то мы говорим порядка двух лет. Употребил это слово такое, оно вечная загадка, хорошее место, но Кипр в общем не столь велик. Можно ли сказать, что все-таки в понимании участника рынка опытного, что такое плохое место? И нельзя ли, не получается ли так, что плохое место нивелируется объемами, площадями? В конце концов, сейчас к сожалению для граждан многих стран, для россиян, в том числе понятие хорошего и плохого места нивелировалось абсолютно. Давайте мы обязательно отправим всем нашим слушателям нашу презентацию, потому что там я специально выделила пару слайдов, но сейчас я просто расскажу. Действительно, смотрите, плохое, хорошее место это соотношение цены и качества. хорошее место это то место, которое всегда при любых условиях будет пользоваться популярностью. Хороший ли рынок, плохой ли рынок, дорого ли, дешево ли там будет продаваться, но есть определенные места, которые, скажем так, более популярны. И, например, на Кипре какие места более популярны? Если мы говорим про апартаменты, то тогда наиболее популярное это то место, откуда можно пешком дойти до моря. То есть, конечно, если мы покупаем недвижимость и мы говорим, что 15 минут и вы на море, это считается хорошее место. Если к этому мы еще добавим, что 5 минут пешком и у вас есть ресторан и магазины, то это еще одну галочку мы ставим. Если мы говорим про дома, то опять у нас море остается, но это уже либо совсем первая линия, либо уже выходит вид. То есть, здесь у нас уже появляется вид на море. Окей. Вопрос от Дмитрия, активный наш такой зритель. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий, да, спасибо. Берем инвестиционную недвижимость в таричку. Через какой срок после сдачи получается титул и как вообще связаны титул и сдача в аренду? Дмитрий, вы задали такой, с одной стороны, очень простой, но с другой стороны, в реалии Кипра не совсем простой вопрос. То есть, начинаем с первого, титул. Если вы покупаете вторичную недвижимость, то смотрите на срок сдачи. то есть, если у вас, например, недвижимость была закончена 10 лет назад и титула нет, то я бы задала вопросы. Если у вас недвижимость построена 2-3 года назад и титула нет, то ничего страшного нет. То есть, здесь нужно просто уточнить, есть ли на этой недвижимости обременение в виде кредита. Потому что, к сожалению, на Кипре, особенно в некоторых городах процесс получения титульных листов занимает достаточно долгое время. И если выполняются определенные требования, то ничего страшного в этом нет. При покупке ваш юрист обязательно сделает запрос в земельное управление на проверку, есть ли кредиты или нет. Что, опять-таки, если кредит маленький, это тоже ничего страшного. То есть, вот по титулам это такая ситуация. Еще, все-таки уточнение. Сказала, 10 лет и титула по-прежнему нет. Это вопрос. Вопрос, какой этого вопроса может быть негативный ответ? То есть, застройщик не может рассчитаться со своими кредитами. И что это означает для меня, как для человека, который является собственником в таком объеме? Здесь может быть две причины. То есть, первая причина, это как ты правильно сказал, что может быть это какие-то кредитные истории, которые тоже не всегда страшны. Но это просто нужно проверить. Вторая причина может быть чуть более сложной, это если объект был построен с нарушениями. И в прошлом, к сожалению, такие кейсы были. Сейчас в новом строительстве практически такого нет. И точно так же новое строительство, ну как, это уже не новая история, я бы сказала, что, наверное, последние лет 7-8 в обязательном порядке, если у застройщика есть кредит, то когда человек покупает, то застройщик дает открепление от кредита. То есть, человек уже покупает чистую. В прошлом, опять-таки, к сожалению, этого не делалось. то есть, вот это первый момент. Второй момент связанный с арендой. И здесь мы входим в такую, так называемую, серую зону, потому что, вроде бы, с одной стороны, вроде бы, как бы, сдавать нельзя, но с другой стороны, все это сдают. И никаких наказаний и нарушений за это нет. Просто и на Кипре, на самом деле, очень много архаичных законов или архаичных постановлений, которые уже устарели, но до них просто руки не дошли. Поэтому за этим ничего не следует, но если прямо вот цепляться закону какого-нибудь там 60-70-го года, то это, скажем, серая зона. Между титулом и арендой нет никакой связи. Вот здесь давайте, если вам интересно, я в двух словах скажу, каким образом вы закрепляете свои права, если титула нет. И на Кипре это очень четкая процедура, которая пришла к нам от англичан. На Кипре существует земельное управление, это, скажем так, эквивалент земельному кадастру. И когда вы покупаете недвижимость, вы подписываете договор купли-продажи. Этот договор купли-продажи, во-первых, на него ставится официальная государственная печать, а после этого этот договор регистрируется в земельном управлении. И везде, во всех реестрах, уже владельцем этой недвижимости становитесь вы. И кроме вас, никто не может ни продать, ни купить, ни взять кредиты на эту недвижимость, несмотря на то, что титула у вас еще нет. Понятно. Тоже вроде короткий вопрос, но он открывает довольно большую почву для рассуждений. От нашей слушательницы Елены, она рассматривает ПМЖ, и у нее уже есть недвижимость в Папосе. Можно ли как-то продать прежнюю и купить уже в новом, просто добавив нужную сумму, то есть как действовать в тех случаях, когда у тебя есть какой-то актив, прекрасный вопрос, и здесь абсолютно вы правильно прописали, то есть если у вас уже есть недвижимость, недвижимость, вы можете ее продать, купить новую, и у вас уже по новой покупке вы будете соответствовать требованиям, и все. Нет, вопрос-то в чем? Я тут опять, может быть, путаю, насколько я помню, для получения ПМЖ, во-первых, деньги же должен перевести из-за пределов Кипра, или это не совсем так? Да, ты все правильно сказал, но здесь смотрите, это мы прошли уже на один шаг дальше, то есть если мы для ПМЖ действительно необходимо показать, что деньги пришли из-за границы, но какие у нас здесь есть варианты, то есть у нас первый вариант, если у вас сохранился, ну вдруг вы очень аккуратный человек, если у вас сохранился свифт перевода при первой покупке, и если у вас тогда сумма была из-за рубежа, это засчитается, либо второй момент, то когда вы свою продали недвижимость, вы попросите нового покупателя, чтобы он вам оплатил за границу, и оттуда вы уже переведете сюда. и третий вариант, я все-таки уточню у юриста, может быть можно оставить на Кипре, если у нас такая ситуация есть, но я думаю, что попросят тогда заведение первой суммы из-за границы. Окей, еще один момент, тоже Дмитрий уточняет такую тоже глобальную историю, ведь в случае, когда ты покупаешь новостройку или объект на стадии строительства, то для подачи на ПМЖ ты можешь заниматься этим вопросом после того, как перевел 200 тысяч, то есть формально нужно 300 в итоге, но после 200 у тебя уже есть основания. Какие сейчас обычные условия у застройщиков в случае рассрочки аренды, рассрочки или кредита, если речь идет о стадии строительства? Прекрасный вопрос и действительно так и есть. То есть вы имеете право подавать уже заявление на ПМЖ после того, как вы оплатили 200 тысяч плюс НДС, не забываем НДС, вы заплатили 200 тысяч плюс НДС и потом ваш юрист подал заявление и у вас к примеру осталось полтора года до окончания строительства. Как правило у вас 10% от всей стоимости во-первых это рассрочка беспроцентная потому что это даже не рассрочка это оплата по графику и в массе случаев вы даже делаете предоплату потому что вы платите в зависимости от стоимости больше того что вы заплатили в стандартной процедуре. Но грубо сказать 10% у вас будет на окончании строительства а кусочек который остался будет в процессе и это то что мы всегда обсуждаем с застройщиками и мы можем в зависимости от ситуации и через год вам поставить платеж и может быть чуть ближе но этот кусочек вам будет рассрочка без процентов и вот вопрос сроки платежей раз в квартал или раз в месяц как правило это идет привязка к какому-то этапу строительства либо уже какой кусочек остался отдельный вопрос вы ли ваша компания будете ли 11-12 ноября в Москве приан будет книжечка будет на выставке в Москве или все проще звонить на Кипр если я правильно понимаю ну да окей что-то мы узклили этот момент Филипп поэтому звоните на Кипр а в следующий раз приедем хорошо ну и давайте сейчас тогда пробежимся по конкретным примерам если я правильно понимаю мы собственно Анастасия подобрала объекты 300 плюс итоговой ценой то есть это те объекты покупка которых дает право получить ПМЖ естественно при выполнении ну там при получении всех справок при подтверждении своего дохода и так далее я сейчас включу презентацию она у нас где-то сейчас здесь будет так расходить действительно у нас получилась очень интересная дискуссия по вопросам но мы отправим презентацию потому что там очень много полезной информации и про обучение и про медицину и про ликвидность но сейчас переходим на недвижимость смотрите здесь действительно у нас в базе объектов очень много объектов то есть я подобрала буквально 3-4 чтобы показать ориентиры цен и вот например сейчас у нас вышел на рынок буквально пару недель назад новый проект прекрасный пешеходной досягаемости застройщик с именем с прекрасной обслуживающей компанией которая может взять в управление даже под краткосрочную аренду и здесь мы говорим что реальная цена до обсуждения даже скидок 360 тысяч плюс НДС две спальни 100 квадратных метров плюс веранда две два санузла замечательно на Кипре еще важный момент все квартиры будут сдаваться с отделкой то есть когда мы указываем цену она всегда включает в себя полную полную отделку а также шкафы сантехнику и мебель кухни вот я правильно понимаю когда ты говорила про проекты что это условно небольшой да судя по размеру дома ну то это как раз там от 10 до 15 апартаментов если я не ошибаюсь мне кажется что здесь вообще 10 всего лишь если мы говорим о территории о каких-то вкусняшках собственно на ней какой-то небольшой бассейн что сейчас в таких проектах есть как правило а сейчас даже эта часть уже улучшилась и особенно если мы рассматриваем проекты которые могут идти и на краткосрочную аренду потому что не забывайте что Кипр все-таки у нас туристическое направление и Airbnb и краткосрочная аренда они тоже очень популярны то есть в таких проектах будет всегда небольшой лобби если это проект побольше то у вас там даже может быть какое-то что-то типа а-ля консьерж если проект совсем маленький то у вас будет бассейн с шезлонгами часто застройщики могут сделать какую-то зону барбекю сейчас благодаря ковиду достаточно часто но не всегда и если честно по этому проекту я не посмотрела часто выделяют небольшую комнату под спортзал то есть сейчас как бы суповой набор часто включает в себя бассейн какой-то мини-спортзал и если проект чуть побольше то возможно консьерж возможно какая-то детская площадка возможно какой-то маленький детский бассейн и какая-то зона барбекю два момента хорошо подобрали если ты перелеснешь следующий объект в Лимассоле мы подобрали уже более инфраструктурный то есть сейчас появляются проекты которые дают вам все это знаете вот как у нас все-таки когда микрорайон делался то есть там и детские площадки и баскетбольные поля и футбольные поля и если ты перелеснешь презентацию на Лимассол там перелесну просто уточнить последний короткий вопрос про это срок сдачи и вот пример от управления хорошо вот вот в таком проекте как появляется управляющая компания она уже будет от застройщика или пока еще непонятно кто это будет нет в этом именно в этом конкретном проекте у застройщика прекрасное управляющая компания которая работает вот просто одна из самых лучших в пафосе по аренде по обслуживанию клиентов они очень любят брать объекты в обслуживании объекты в аренду и у нас кто с ними работает никаких нареканий никогда не было по оплате вот сделаем один шаг на Кипре если вы покупаете в проекте то у вас есть права но есть обязанности и ваша обязанность оплачивать обслуживание проекта живете вы там или не живете вы обязаны по закону обслуживать оплачивать уборку сад бассейн и получается что если вы не пользуетесь или пользуетесь самостоятельно то вы это оплачиваете обслуживающая компания если долгосрочная аренда то как правило это оплачивают арендаторы если краткосрочная аренда то тогда вы либо это берет на себя управляющая компания и вычитает из вашего дохода либо вы оплачиваете и уже получаете чистый доход окей смотрим дальше тут у нас еще будут вопросы чуть позже тоже зададим обязательно вот из телеграма тоже поступил вопрос он в начале был я его пропустил обязательно задам так это еще это уже вилла в Квафосе соответственно если вилла то и цена в два раза практически лучше да но здесь мы подобрали такую просто вау то есть вы знаете это вот именно дом который на такой на срезе бизнес и люкс и даже ближе к люксу то есть в принципе вы можете даже дешевле 400-500 получить очень приличные трехспальные дома со своим бассейном вот это то что просто один из самых моих любимых проектов и очень хороший застройщик когда у вас потрясающий вид на море у вас большой по кипрским меркам участок и у вас четыре спальни а цена у вас чуть-чуть дороже двухспальные квартиры в Лимассоле давай перейдем дальше посмотрим дальше вот квартира о которой ты говорила да то есть здесь почему мы подобрали этот объект опять-таки дорогие слушатели объектов большое-большое количество и все сотрудники моей компании они действительно очень квалифицированы и умеют слушать и смогут подобрать вам то что есть в моменте на рынке наиболее отвечающее вашим запросам чем интересен этот проект это проект большого размера то есть это вообще две фазы и огромная территория но прямо на территории у вас футбольная фария баскетбольная фария несколько бассейнов игровые площадки охраняемый полностью проект детские бассейны то есть здесь у вас уже получается вы становитесь частью уже своего внутреннего микромира когда у вас вокруг все в одной эстетике много зелени что тоже если мы смотрим с инвестиционной точки зрения это конечно плюс и видите в этом проекте так как он немножечко за городом расположен у нас даже можно купить двухспальную недвижимость меньше четырехсот тысяч и это реальный пример сегодняшнего дня когда мы говорим за городом это имеется ввиду дальше от моря или влево вправо то есть здесь у нас получается и лево вправо и чуть дальше от моря окей так смотрим то есть мы же все-таки понимаем что совсем чудес не бывает варнака вообще варнаке насколько ну правда я крайний раз на Кипре был еще до ковида но там как-то с новостройками особенно вблизи от моря вообще тяжело а тут судя по рендеру прям вот прям вообще близко-близко да это действительно проект который близко к морю и на сегодняшний момент так близко к морю за такие деньги это дает пока только ларнак это большой проект и вы знаете ларнака очень интересно тем что за счет того что она по-моему менее всех застроена назовем так потому что разве это не хорошее слово потенциал рост достаточно большой и вот сейчас мы работаем по проекту ларнака марина и там конечно потенциал огромный то есть в ларнаке это единственное место где еще осталась очень большая береговая линия где будет строительство и рост у нас большой потому что ну как опять-таки когда-то чисто теоретически наверное точка самого высокого роста должна наступить чисто теоретически в ларнаке до этой точки еще долго 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 и дольше чем лимасолу или пафосу ну вы знаете вот это такой вопрос который мне кажется никто никогда ответить не может потому что всегда мне кажется всегда мы обсуждаем вот опять я работаю в недвижимости Кипра больше 20 лет и всегда обсуждать все цены рухнут цены рухнут и вот рухнут рухнут но они как-то даже если они чуть-чуть опускаются потом они все равно растут и казалось бы что он уже не может рост идти но он продолжается опять-таки Кипр не единственный так как мы являемся частью большой мировой сети Sotheby's International Realty это вообще крупнейшая сеть агентств недвижимости в мире представлена в 81 стране то есть я слежу и за другими странами подобные тенденции наблюдаются во многих странах это не только Кипр Анастасия Яни Sotheby's International Realty управляющий директор напомню для тех кто может быть чуть позже подключился к нашей трансляции но Настя в заключении тогда традиционно с одной стороны философский вопрос понятно и тоже с определенным количеством неизвестных но на эмоциональном уровне для покупателей недвижимости сейчас он важен может быть он даже важен более чем когда-либо потому что вот ну там то что происходило например со спросом с 21 сентября число 15 октября с одной стороны ну меня это в каком-то смысле радовало что вау сколько у нас запросов и таких и людей вдумчиво и с другой стороны не говоря уже о том что фон и причина по которой запросы велики она ужасна ужасна другого слова не подберешь так к тому же еще и совершенно непонятно насколько люди не обманываются в своих ожиданиях да вот всегда есть то есть в абсолютно мирное время слово покупатели мечтатели оно имеет такой негативный контекст но сейчас мечтателями становятся все причем мечты у всех гораздо более приземленные чем обычно так а вот собственно теперь вопрос от нашего зрителя а не опасно ли покупать сейчас когда возможно написано слово политические трения как это видится ситуация с Кипра и так далее вы знаете давайте я наверное опять разделю на две части да то есть если мы говорим опасность с чисто инвестиционной точки зрения да но и здесь вы знаете угадать на сто процентов не может никто да но важный показатель это будет ли конечный пользователь этой недвижимости и вот я сама опять правильно я работаю столько в недвижимости но я сама живу на Кипре 22 года да у меня здесь родились дети у меня два сына ходят в школу у меня переехали родители то есть я могу оценить качество жизни на Кипре и на Кипре действительно если у вас есть возможность получать доход и работать что с хоббитом становится гораздо легче если вы найдете круг общения что на Кипре гораздо легче чем в других европейских странах вы можете себе устроить потрясающее качество жизни то есть вот это мы в презентациях часто мы говорим про налоги про ПМЖ но главное все-таки жизнь у нас одна живем ли мы хорошо или плохо опять-таки вот даже я всегда это говорю и не устану говорить я к сожалению не могу вам показать экран но у нас сейчас светит солнце 23 градуса то есть само качество жизни Кипр комфортное место для жизни если вам подходит то есть вот это первый момент а что это означает для опасности если у нас есть понятный конечный пользователь то мы понимаем что всегда либо мы сможем продать если хорошая недвижимость либо арендовать это первый момент второй момент если мы говорим про политические трения ну никто не сможет ответить вам на этот вопрос со стопроцентной уверенностью что я могу что я могу это опять если мы посмотрим исторически то во-первых за счет за счет того что Кипр всегда был связан с русскоязычными всегда со времен Макариуса когда еще был Советский Союз сейчас когда если мы посмотрим как обсуждались вопросы санкций вы помните что в мае Кипр был против того чтобы сделать еще более серьезные санкции то есть исторически Кипр всегда поддерживает славян всегда конечно если наступит еще более коллапс но никто не может ответить но поэтому возвращаемся в момент сейчас недвижимость получать можно вы ее регистрируете переводите деньги подаете заявление на ПМЖ ограничений нет уточняющий вопрос про опасность действительно много приходит понятно что сейчас политическая тема номер один совсем не Кипр но тем не менее определенные трения и довольно-таки суровые высказывания в нашем как выяснилось чрезвычайно неспокойном и жутко хрупком мире между Турцией и Грецией ну и Кипр как страна в буквальном смысле остров в буквальном смысле разделенный по национальному признаку вот эта история как-то у вас ощущается ну вы знаете так как опять разделение произошло в 74 году то есть конечно же это больная тема для Кипра потому что это действительно разделенная страна насколько будет изменения какие-то серьезные опять-таки никто не сможет ответить но для нас всегда гарантом безопасности выступал тот факт что Кипр это страна ЕС и одно дело как бы идти непонятно на скажем так на маленький островок а другое дело открыто идти на на весь блок и да есть сейчас у них свои проблемы но все-таки это уже очень сильное нарушение поэтому в каждодневной действительности мы это не ощущаем окей ну и наверное уже под конец такой практический вопрос вернемся опять таки к недвижимости чтобы было понимание дважды упомянули что не надо забывать при покупке недвижимости нехорошее слово из трех букв НДС история с девятнадцатью процентами и пятью процентами несколько слов об этом для кого-то напомнить для кого-то сказать с нуля на Кипре первичная недвижимость на покупку первичной недвижимости облагается НДС ставка НДС на сегодняшний момент составляет девятнадцать процентов но на сегодняшний момент у вас есть возможность воспользоваться льготой на покупку первой недвижимости если вы покупаете для своего личного пользования то есть если вы покупаете для своего личного пользования это первая недвижимость на которую вы подаете заявление на эту льготу то вы можете оплатить всего лишь пять процентов а не четырнадцать ой а не девятнадцать то есть вы покупаете для себя пять процентов покупаете с инвестиционной целью сдавать в аренду или это вторая, третья, четвертая, 19%. Но на практике это происходит так, ты изначально все равно платишь 19%, а потом тебе возвращают, или это не так? Не совсем. Если это зависит от стадии объекта. Если объект строится, то да, на первый резерв, к примеру, на 10 тысяч, или иногда бывает на 200 тысяч, вы в зависимости от спешки сделки, вы оплачиваете 19%. После этого подается заявление на сниженный НДС, и второй платеж у вас просто уже пересчитывается, то, что вы оплатили, идет в тело платежа. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, я попрошу в чате еще раз публиковать контакт Анастасии. Мы, как обычно, хотели уложиться в час, как обычно, не уложились, но я думаю, что ничего страшного в этом нет. Друзья, Анастасия Яни, управляющий директор Cypress Outbis International Realty. Спасибо огромное. Опять же, возможно, на какие-то вопросы не ответили, но как раз самое время сейчас, можно после завершения трансляции, сразу с Анастасией связаться. Контакты у нас на экране. Видели несколько просьб прислать презентацию? Презентацию пришлем обязательно. Точно так же пришлем отчет о вебинаре, пришлем запись вебинара, запись в ближайший буквально день-два, отчет чуть позже, ближе к концу недели. Но спасибо вам, дорогие друзья. Снова встретимся на при Ане. Всем мира в 2022 году. О другом как бы и желать-то, как-то язык не поворачивается. Анастасия, спасибо тебе огромное. И за участие, и за ответы на вопросы, и, как всегда, за интересный рассказ. Филипп, спасибо огромное. Спасибо огромное, дорогие друзья. И я тоже присоединяюсь к Филиппу, потому что в этом году действительно самое главное – это пожелать мира, ну и, конечно же, счастья и добра. Спасибо большое, дорогие друзья. Я Анастасия, я не Cypress Orbs International Realty, Филипп Березин, при Анрун, движимость за рубежом. До встречи на наших вебинарах, на наших страницах и, возможно, на Кипре. Удачи. До встречи. Счастливо. До свидания.